Всем привет! Сегодня мы будем готовить фрукты в стекле или же в карамели. Итак, начинаем! Все эти вкусняшки мы будем готовить из дыни, яблока, банана и винограда. Для начала насадим все нарезанные фрукты на шпажки или же зубочистки. Все, все фрукты насадили. Эта часть готова. Берем примерно 150 грамм сахара и 60 грамм воды. Заливаем. Немного добавляем лимонного сока. Можно обойтись и без него, исходя из ваших вкусовых предпочтений. И ставим на газ. Газ делаем меньше среднего. Содержимое кастрюли лучше всего помешивать силиконовой лопаткой, но если ее нет, можете использовать то, что удобнее. Как только сироп начал кипеть, перестаем его помешивать, чтобы было меньше воздушных пузыриков. И даем ему кипеть на медленном огне примерно 10 минут. Определить точнее готовность карамели будет легче, когда жидкость начнет менять цвет и примет более желтоватый оттенок. И вот наша карамель, или как ее еще называют, сахарное стекло, потихоньку начинает густеть. На данный момент желтоватого оттенка нет, так что ждем. Карамель начала желтеть. Выключаем. Остужать карамель мы будем в ледяной воде и добавим сюда еще пару кубиков льда, чтобы вода не так быстро согрелась. Ну что, начинаем? Берем насаженный на шпажку фрукт или ягоду и хорошенько обмакиваем ее в карамели. Далее переносим ее в холодную воду со льдом и держим несколько секунд. И, собственно говоря, все. Проделываем данную операцию с остальными заготовками. И сейчас можно послушать, насколько хорошо застыло сахарное стекло. Также помимо винограда мы будем обмакивать бананчик. У нас еще заготовлено дыня. А давайте проверим дыньку на звонкость. Весь процесс создания сладкой вкусняшки занимает считанные секунды. Продолжение следует... В процессе нашей деятельности сахарное стекло в кастрюле продолжает довариваться и приобретать более желтый окрас. Продолжение следует... Вот такие сладкие вкусняшки у нас получились. Использованные фрукты и ягоды не являются единственными правильными. Приготовив сахарное стекло, у вас открывается большой выбор для экспериментов и проявления фантазии. Если вам понравилось это видео и данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и активировать колокольчик. Также вы можете написать в комментариях, чтобы вы попробовали обмакнуть в сахарной глазури. Всем приятного аппетита и до новых встреч!